друзья здравствуйте за окошком холодный дождливый день к сожалению солнышко не дождалась чтобы снимать эту парочку на первый взгляд не сказать что это сочетаемые растения да оба пятнистые но они настолько разные по размеру цветка что вот я бы наверное не стала их сравнивать что мне очень хочется показать вам именно разницу в размере левый сорт у меня цветет впервые это sogo diamond hlw hlw как он называется решайте сами правый сорт maple dragon он цветет у меня второй раз причем цветет со второй стороны и снова процел пилором это конечно сокровище моей коллекции очень повезло причем повезло урвать его в миксе но не в миксе а без гарантии цветения скажем так купили растение мы с подругами недорого то есть но мы не знаем как они процветут я покупала два дракона первый процел без мутации его сразу же продала и вот второй дракоша начал процветал с одной стороны пилором потом увидите со второй причем я очень хотела меняться драконом пилором на дракона три липса потому что это моя мечта три липс дракоши примут давно мечтаю то белор тоже красив хорош не бабочка нравится этот сорт он хороший просто в любой мутации но вот мысль о том что и когда-нибудь у меня появится три липс мне не покидала и знаете даже договорилась девочкой и наркоманом поменяться у нее растет трипсом она хотела пилора но вроде как сошлись и даже ждали тепла но когда наступило тепло я поняла что я не готова не готова расстаться тем более мне гнал уже второй цветонос я все думаю переживала как же я его поменяю и не хочу и он у меня остался коллекцию девочка мне поняла но при этом я приобрела еще клон три липса клонированные с почки материнского растения посмотрим что получится он еще маленький совсем малыш так сразу о размере вот эту цветочку дракона он только раскрылся буквально вчера начал распускаться сегодня утром он раскрылся целиком и смотрите он уже огромный удивительный сорт конечно удивительнейший так давайте сразу по размеру цветка снизу наверное измерить 9 сантиметров я вижу нижней 8 на думаю он еще увеличится в размере сорт просто очень красивый крупноцветковый шикарный любой мутации давайте смотреть что у нас по соку даймонду липсу 7 до около 7 оба сорта по мне красивейший великолепные маст хэв в коллекции для тех кто любит такую мутацию тюльпанчики сейчас покажу вам их поближе и вы сами решите кто больше по душе дракоша дракоша просто невероятно красив внутри видите у него тут пятна пятна леопердовые очень красивая губа с длинными усиками так как он не спрятал особое не посмотреть леопардик губа тоже интересная пятнистая белая длинные усище очень я люблю три липса и обожаю вот эти вот усы на концах просто усище на концах лепестков это свойственно три липса посмотрите какая губа примут усатая усатая красивый шоссе мне еще впечатлили знаете вот эти вот возвышенности белые на кончиках петалей видите как раз раз очень красиво то же самое что и у губы вот эти вот краешки беленькие то есть лепестки полностью повторяют форму губы одна из самых шикарных мутаций 3 lips вообще сорт сам по себе очень эффектный я расскажу немножко его историю именно по сука даймонда это тоже а это как раз растение которыми поменялось но которая поменялась я приобрела 3 сука даймонда в свое время потому что мне очень нравился это сорт точнее даже 4 один сразу погиб потом силы еще три вот и два из них расцвели чистыми бабочками на один раз свел полу бабочку полу три липсом я очень хотел еще три липс коллекцию кроме бабочки и вот девушкой договорилась мы с ним менялись моя бабочка уехала к ней идет рец приехал ко мне но вот начал он гнать цветонос у меня дома и я понимаю что у него проблема причем проблем большая он стал желтеть листья от шеи не цветонос у меня полу как обидно прочистила либо шею там действительно была гниль очень сильно почекала прилично почекала эти оранжевый топуджин японский препарат убицит он такой клеится массой и застывает как воск но даже как резина становится плотный плотный и при этом он убивает бактерии опасные вредные для растения которые какую-то свою деятельность ведут и я уехала в отпуск я чеканула цветонос вот так вот раз прочистила обмазала и на две недели уехала на море и думаю ну вернусь и к сожалению наверняка верхушку все упадет посмотрим может быть где-то буду ждать и знаете что произошло и вернулась я вижу что листья крепкие только хороший и пробудил почку расхода хочет свести надо ему дать это сделать давай него осталось два листа у него все прекрасно он жив он оклемался эта история была у нас летом летом в августе даже в июле а сейчас у нас уже ноябрь все зажило он процветал парад в у меня мутации тоже просил с другой стороны не стою который с которой тело прошло хозяйки такая вот история хочется верить что все же он у меня заклимается окончательно мой красавчик нарасти зеленую массу но сейчас он уже я думаю и она скоро срежем это цветоносик пусть отдыхает а пусть восстанавливается но туркару великолепный шеи не гниет все хорошо мы купировали эту проблему по дракону расскажу еще немножко что это стандарт это огромные листья посмотрите как он странной формы у меня растят но листья просто каменные не разогнуть они лежат будто бы да без туркара на нет только тут просто камень шикарное растение очень крепкое здоровое и видите еще их еще сближает то что оба растения просвели уже дважды и просвели оба раза с разных сторон из той же мутации это очень ценно для коллекционера орхидей так что хочется верить что они всегда будут свести именно так конечно же дракон остается в коллекции нет я не смогла его отдать не смогла поменяться шикарный великолепный этот сорт красивых даже без мутации там не распустился впервые другое растение без мутации я просто обалдела я был делатого красоты ну вот давайте делитесь комментариях кто вам больше по душе нежный аккуратненький три липса гадай модели шикарный эффектный крупноцветковый дракон подписывайтесь на канал рада всем комментариям рада всем подписчикам я с того с тем читаю сюда ваши комментарии ваше пожелание улыбка с лица не сходит обычно так что пишите радуйте меня и я буду радовать вас новым видео всего хорошего а а а а а Продолжение следует...